Друзья, приветствую! Иван из Самарской области прислал образцы масла EXTREME AMG VR2 530 GTG. Так, Иван уже присылал такое масло и даже непонятно мне немного, что-то я не уточнил здесь, с такого же автомобиля, такого же года, с таким же мотором, это тот же автомобиль или нет. Ну, я думаю, что Иван прокомментирует. Значит, по пробегу отличаются. В декабре выпускал я ролик. Так, вот описание масла автомобиля, значит, условия эксплуатации. Ну, естественно, само масло. Две баночки, свежая отработка. Вот они. Сейчас я их подпишу на всякий случай. Ну и первым делом, поскольку у меня уже эталон есть данного масла, я сравню свежее масло с тем эталоном, которое есть. Хотя вот в описании написано, что это свежее масло тоже, что и на прошлом тесте. Но здесь один нюанс появился, очень существенный, я бы так сказал. Давайте посмотрим. Значит, закладываю свежее масло. И прибор начинает. Сейчас я вам покажу и расскажу. Так, и посмотрите, какая картина, насколько отличается от эталона. 50 процентов по противоизносной присадке плюсом, чуть выше кислотное, ну, естественно, если добавили присадок и щелочное. У эталона было 8, я выставлял в прошлый раз, а здесь 9,4. Я стал смотреть, перепроверять и на самом деле нашел два анализа, значит, 19 года, там 8 с копеечкой, там 8,13 по-моему. И свежий анализ 21 года 9, чтобы не соврать, 9,26, кажется. Да, то есть, возможно, ну, скорее всего, судя по анализу, рецептура изменилась, там усилили немного ее. Вот, смотрите, два спектра. Красная – это эталон, а черная – это данное масло. Видите, да, по-черному есть некоторые превышения. В общем-то, спектр совпадает, но вот видите, в некоторых областях черная как бы превышает красную. Эту область я увеличил. Следующую такая же картина, да, но вот где-то, где-то есть чуть-чуть превышение красного, но вот в основном черная преобладает. Так, здесь прибор ругается, неправильная область я указал, 1500 и 1000, должна быть правая цифра больше. Так, далее, смотрите, опять здесь превышение есть небольшое. Ну и снова возвращаюсь, значит, ну все похоже на обновленную рецептуру. Я подправил данные, обновил заново спектр того масла, ну и можно приступать к проверке отработки. Это Honda Shuttle 2016 года, не гибрид 1.5, мотор L15B, 132 силы, значит, объем масла 3.2, общий пробег 101 730 километров, пробег на масле 6614 километров, что составляет 430 моточасов, средняя скорость 14 километров в час, ну, городская эксплуатация 90 процентов в городе и заправляется автомобиль на сети заправки Олви, самарская заправка, насколько я понял, 92 бензином. Так, давайте посмотрим, что намерит прибор. Тут у нас противоизносных присадок 70 процентов, есть небольшой гликоль 0.3. Так, нитрования 26.3, по нитрованию сейчас отмечу. Немного сажи, в общем-то, для такого пробега, ну, вообще отличные показатели. Так, 374 кислотные, 6.1 щелочной, посмотрите, какой запас еще, 1080 ппм, ну, много воды, но, понятно, такая средняя скорость, значит, написано, что автомобиль работает по 14 часов, много очень холостого хода, то есть такое, и посмотрите, как отлично держится. Прошлый тест был около 700 часов, моточасов прогноз там 689, можете найти на канале. Вот, и здесь что-то похоже к тем же значениям. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Здесь должно быть, по идее, разжижение, потому что городская эксплуатация, холостой ход, очень низкая средняя скорость. Вот, ну, здесь я подумал, может быть, конечно, алгоритмы учета моточасов, какие-то разные у разных автомобилей. Да, смотрите, есть разжижение, но я бы не сказал, что оно какое-то существенное, то есть масло отлично переносит эту эксплуатацию. Небольшое разжижение, учитывая, что там 1080 ппм воды, то есть абсолютно, абсолютно адекватно. Даже, я бы сказал, маленькое разжижение для таких условий, ну, как на мой взгляд. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вот, пожалуйста, прогноз. Смотрите, по моющим и нейтрализующим свойствам, я по данным параметрам насчитал 667 моточасов. Это получается, что 20 часов разницы с тем автомобилем. Ну, по сути, 20 часов практически 3% погрешности. Ну, туда-сюда может быть какой-то нюанс по нитрованию. Да, с нитрованием и связка с нитрованием. Я тут согласен. Почитал я тему, где обсуждали сравнение масла, анализа полученного с прибора и лабораторного ОРЦ. Таркон прокомментировал, что неадекватное нитрование. Я, пожалуй, соглашусь с ним. Да, я думал про этот момент и, скорее всего, нитрование на бензинах неадекватное. Я думаю, потому что алгоритм заточен под дизель прибора, а там по-другому несколько надо оценивать. Вот такая ситуация. Значит, сделаю работу над ошибками. Ну, что? Это опыт. Ну, посмотрите, значит, по маслу. Масло шикарно отработало. Вообще, вопросов никаких нет к нему. Видно, что очень стойкое к окислению масло и накапливается не так сильно окисление. И щелочное, соответственно, дольше держится. То есть, я считаю, что прекрасный результат, с учетом того, что разница между двумя прогнозами декабрьским и нынешним всего, значит, 20, там, в районе 20 моточасов. Да, но там была скорость повыше. Там было 20. И опять же, вот лишнее подтверждение тому, что низкая средняя скорость, много холостого хода, очень как бы гуманно для масла. То есть, масло не перегревается. Главный фактор, я считаю, что окисление, а окисление напрямую зависит от температуры. Чем выше скорость, тем сложнее режимы, тем больше температура и, естественно, быстрее деградирует масло. В данном случае, ну, вот картина такая. Хотя я не уверен, что надо прям очень долго выкатывать масло. Все-таки оно накапливает и кремний, значит, воздушная пыль и это уже ускоряет износ двигателя. Вот такой получился тест. Благодарю, значит, Ивана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.